Роттер! 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 Футболисты Роттера не смогли в Нижнем Новгороде переиграть местный локомотив. Комментарий к матчу одного из тренеров Роттера Владимира Файзулина. В первые 15 минут, пока мы не разобрались в обороне, они пытались с навесными передачами на Гецко, который сбрасывал своим партнерам, нас как-то ошеломили, то есть смять и забить в эти 15-20 минут гол. Ну, постепенно наши защитники, значит, прикрыли, Гецко прикрыли, Мухаммед Диева прикрыли. В основном те мячи, которые до них доходили, в единоборствах мы не выступали, подбирали эти мячи и начинали свою атаку. Можно по первому тайму сказать, что инициатива в середине первого тайма перешла к нам. Мы держали мяч, мы где-то атаковали, были поточнее. И мог забить с 25 метров хорошим ударом Барлаченко, но мяч попал в перекладину. Потом была, значит, у Нидергауса возможность. У Новгорода можно только такой курьезный момент отметить. Это была подача на наши ворота. Мяч пролетел всех за дел нападающего и попал в голову Шмарко нашему защитнику, который не успел убрать голову. И мяч сильным ударом полетел где-то метров с четырех ворота. И Смаруков среагировал на этот мяч и отвел его за ворота. Кстати, Смаруков, который отыграл очень хорошую игру, подвыручил нас во втором тайме. Были два момента, он там подвыручил. Ну, второй тайм сначала. Они не могли поменять уже тактический рисунок своей игры. Также пытались нам еще сильнее навязать единоборство. Но эта игра показала, что те ошибки, которые мы проводили с Куйбышевым, с Самарой, с советами, и с Камышиным, были учтены. И единоборством почти что не проиграли. И тот подбор, когда на мяч отлетал, был наш. Где нам было легче начинать атаку, было больше свободных игроков. Мы использовали первый пас для продолжения атаки и логического завершения ударом-поворотом. Ну, игра проходила во втором тайме уже где-то в двух направлениях. То есть было больше желания и у нас забить мяч, и некуда было деваться Новгороду, которые тоже пошли всеми силами, чтобы забить мяч. Было еще, значит, пару моментов, когда выскочил в штрафную веретейников, и нанес удар, и мяч отразил вратарь. И на последней минуте передача была на дальнюю штангу, где Корнеец хорошим ударом головой пробил перекладину. У них я бы больше во втором тайме отметил, значит, такую ситуацию, когда выбивали наши защитники мяч, попали в нашего игрока, отскочил мяч, нападающий подхватил и ворвался в штрафную. Он блестяще, как я уже говорил, сыграл саморуков и выручил команду, забрал мяч, бросившись в ноги. И где-то минут за 15, наверное, они пробили с острого угла, Сморухов отразил мяч, мяч от руки в перекладину, и ушел на угловую. Ну и на 69-й минуте вышел у нас Тищенко, которому рассчитывали, он был после травмы, но выйдя, он где-то усилит атакующие действия. И порой он мог забить голову, так было за 8 минут до конца, когда мяч был послан в штрафную противника. Ну, в основном, игрой мы были довольны, в основном. Это не значит, что где-то мы сыграли очень на своем уровне, но, то есть, те ошибки, которые были учтены в предыдущих играх, показали, что мы их уже где-то начинаем исправлять. И команда по настроению после этой игры психологически уже приподнимается.